Тюмень 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 А Коронко в пустые ворота мяч отправил с правой ноги. И первая попытка хозяев поля не уничал с успехом. В воротах у Тюмени Егор Лобаков. Лобаков номер 44 и полевые футболисты сейчас. А Коронко выходит на ударную позицию. А Коронко! 3-0 должен был быть счет сейчас. Но Джонатан загубил выгоднейшую ситуацию. Неплохо. Пошли, пошли интересные ходы. Здесь забрал штрафную площадь. Момент, момент. Забивать нужно, и они забивают. Счастье было на стороне Евгения Татаринова. Но он для того и присутствует на футбольном поле. Чтобы искать эти отскоки. Искать эти элементы футбольного счастья, которые важны для любого нападающего. Прочувствовать ошибку соперника. Прочувствовать недопонимание. Какой-нибудь рикошет, какой-нибудь ляп. Если Арсенал упустит победу, это будет исключительно проблема Арсенала. Момент. И как тут не забить-то? Как можно было упустить эту возможность Илья Порохов? Вроде как находят оттуда выход. Подача штрафной. Удар поворота. Мяч попадает в одного из защитников. Арсенал очень опасно. Вот он забрал штрафную площадь. И вот он удар. Удар в упор наносил Андрея Чуканова. Всего лишь вторая может быть для команды Александра Старжука в этом чемпионате. Подача штрафной. Рядом со штангой. Мяч скачет. Да, вы знаете, могли сейчас уйти от поражения футболиста Тюмени. Ну а затем уже во втором тайме Евгений Татаринов на 58-й минуте. Мяч отыграл, но его не хватило Тюмени даже для ничейного исхода. Большое спасибо любителям Мелбет Первой Лиги, любителям футбола за внимание, коллегам за, как всегда, персональную работу. Для вас эту встречу комментировал Дмитрий Жичкин. Играйте в футбол и не только на приставке. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok